Здравствуйте, дорогие друзья! Я хочу рассказать немножко о нашей школе-флористике, которая проходит во Дворце культуры. Музыка Цветы у нас будут располагаться по кругу. Возможно, что с этой стороны у нас будут две розы, а на другую сторону, но они должны у нас идти, вот видите, не на одной линии. Если мы делаем на одной линии, то мы тогда ставим три розы вместе. А затем между ними мы добавляем цветы, какие у вас есть. Значит, поскольку хризантема у нас такая пышная, поэтому она однозначно должна быть внизу, то есть ее вверх не желательно ставить, да? То есть она будет у нас располагаться где-то вот так. Ну вот я решила, что здесь еще один курс флористики очень нравится, потому что настолько непринужденная обстановка, настолько творческая обстановка, потому что мне кажется, тут прям хочется творить, и каждый раз мы выходим из готовой работы. Данным видом искусства занимаюсь первый раз. Очень для меня интересно оказалось, заплатывающе. Ну, цветы сами по себе красивые, и с красивым материалом очень приятно работать. Я в полном изсорке. Здорово, когда собираются вместе творческие люди, да, и обмениваются опытом. То есть на вчерашнем занятии, даже если мне было много с чем-то знакомо, но пару человек я взяла их идею. Давайте проверим. До встречи. Да, да, да. А, да. А, да. Мы, например, вот эти парклоры, будем у вас двигаться. А, да. Пока может, икорзит поч ? Тогда, да, да, где-то немножко отходы сюда. Значит, вот эту вот глиню, вы можете... Как вариант? Можно вот так вот. Как вариант? Этим искусством я занимаюсь первый раз. Мне очень понравилось, заинтересовало. Мечта была давно, создавать такую красоту. Все время была сторонним наблюдателем, интернете смотрела. Когда дочка пришла в первый класс, мы показали во Флорине букет. Тогда он меня вдохновил совсем. И вот в последнее время все время уже делала букеты сама. Ну как получалось. Из дачных цветов выращивала специально на 1 сентября, делала корзинки. И как раз вот тут гуляли с мужем. Объявления, клетики как раз раздавали. Ну я думаю, это все. Я иду. Я иду туда. И буду учиться все-таки. Моя мечта осуществилась. Я еще, когда была маленькая, ходила к Ирине Оречкиной на кружок в Дом детского творчества. И, наверное, вот с годами, когда уже взрослее стала, пожалела, что я не продолжила вот эти занятия. А тут случайно увидела в интернете объявление по поводу вот этих курсов. И, конечно, сразу же сомнений не было. Желтый пока убери. Да. А тут тебе пока еще очень. И, конечно, еще желтый. Да. Вот убери, а так вот, когда уже все. Хорошо. Хорошо. Деночки перевязывать будем утрасти. И под цвет можно подобрать, чтобы не надо. Вот здесь. Значит, я думаю, что можно, пожалуйста, что-то. Здесь, когда вы все. Вот здесь есть маленькие, которые... Еще перетяжка, потому что у вас получается... Да. Дома у меня стоят две композиции. Одну я подарила бабушке на день рождения. Исполнилось 88 лет, и ей это очень понравилось. Я очень довольна, что я научилась. Мне всегда хотелось попробовать с живыми цветами работать. В молодости мечтала работать в цветочном магазине. Что-то вот поделать, поделать, вот, наверное, мечта моя сбылась. Так как я работаю Ириной Рудольфовной в магазине, она предоставила мне такую возможность побывать на ее мастер-классах и заодно подучиться делать букеты, делать технику, чтобы все у меня неправильно, чтобы потом изготавливать красивые букеты и продавать. Курс рассчитан на флористов-любителей. Участники изучат основные инструменты, правила работы с цветами. Подробно уделиться время разным видам композиций из живых цветов, букетам, основным видам сборки букетов, спиральным букетам, параллельным букетам и композиций из искусственных цветов. И всем успешно прошедшим курс, справившимся с выпускными экзаменами, будет выдан сертификат. Мы планируем набирать подобные группы ежемесячно. На занятиях предоставляются все необходимые материалы и инструменты. Если вы хотите попробовать работать с цветами, то мы с удовольствием вас ждем в нашей школе флористики. Записаться в школу флористики можно через группу ВКонтакте «Флорина Отлас» либо по телефону 8 921 472 38 92. Ждем всех желающих. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!